Дом 2. Сейчас было у меня какое-то агрессивное выступление перед аудиторией, но, по крайней мере, ни на одного реального человека я не накричал. Я возмущался именно несправедливостью и тем, что карма не работает при жизни. Сейчас поснимаем что-нибудь спокойное. Дом 2. Какой-то морс, аджика называется так. Это томаты с чесноком. Здесь вегетарианская еда, картошка, каша, морская капуста и еще разные. Вегетарианская такая. Хлеб собственного производства. Я тут записываю блог. Дом 2. А что ты мне не добавил тогда форт раз в кашу? Масло льняное. Ты сам добавлял? Я не добавлял. А, нет, я вроде не добавлял. Я что-то не помню. Да я знаю, а я тоже его добавлю, но он уже полезный будет. Хотя оно... там один мужик говорил, что оно... Ну что, как сок попортится быстро, что он его сам отжимает как-то. Излина, видимо. Дом 2. Смотрел Дом 2? Нет, я просто слышал. Да... Это знаешь какая мерзость? Это они воспитывали поколение деградантов. Таким образом. Вырождение России. Вырождение нашей СНГ вообще воспитывали. Это все капиталистически вроде и ублюдки. Вообще не знаю. Вырождение в этом все. Это, знаешь, они прививали как отношения, правильно? У меня еще в классе один был там... Он сейчас стал этим парикмахером. Он, в принципе, не был плохим таким человеком. Далеко. Глопником не был. Он, короче, как это я запомнил, на всю жизнь сказал сразу, что... Типа... 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 Типа Дом 2. Обязательно нужно смотреть и пример для подражания. Прикинь. Типа Дом 2. То есть, получается, если ты не смотришь Дом 2, то у тебя не будет девушки, если есть Дом 2. Смотришь, подражаешь, то, скорее всего, ты сможешь построить отношения. Потому что девушки тоже смотрят, и они по тем, по тем же моделям устраивают. это все делает делала одна олигарх это собчак она не простой человек она не русская она не просто она вообще не простой человек она из семьи этих наш правящий элиты которых которые которых все есть которые на все все нам сделали пропаганду сверна телевидение все это транслирует это вот она дочь одного из этих короче как назвать называли мэром санкт-петербург то есть из элитный кого-то то есть и она до сих пор еще она до сих пор всяких там передач ты ведет какую-то фигню не знаю как так это что за народ такой у нас влюдая не знаю нет ну в америке полно таких как с ксения собчак наверное не знаю но наверное они не настолько твой не знаю это просто какое-то безумие ты же настоящее безумие она еще президентом даже хотела стать как мы можем таки такое вот терпеть как вы как мы можем ну а почему ты не имеешь право я там или кто-то еще простые русские люди не имеют права вот просто как возникнуть такая мысль никто никто не изберет да это под это потому что специально она чтобы путина и забрали была подставлена в чем там был кстати кстати этот один блогер голосовал за нее прикинь в тюрьме сидел из-за путина голосовал за ксению собчак это просто вообще жесть сам автоблогер какой-то это еще бы круче было чем она яйца классовой прибивал он бы стал тоже но я знаю нет нет он совсем другое дело совсем другое он наоборот является полной противоположностью она является высшим классом он является наоборот типа не типа ниши на самом деле он не нишу он не простой русский человек определенные определенные там бобби он наоборот борется с такими как ксения собчак и все ее родители если бы он стал во власти конечно там неизвестно что было бы но может быть что-то изменилось но неизвестно что но что-то изменилось и это уже было бы хорошее чем то что началась бы какая-нибудь заваруха типа у него нет совести не верит в бога но нет вообще никаких принципов есть принципе но как бы он слишком жестокий человек оказался я раньше фанател от него потом да я узнал что он избил одного человека толпой просто так ну кто-то ему нахамил но обычное дело в россии он его собрался толпой избил и главное ему ничего за это не было хотя его полиция посла а посмотри на его жену павленского это же вообще просто кошмар вообще какая-то зэчка ну точнее к это вообще просто не знаю страшнее любого мужика в общем я ему написал как-то письмо в фейсбуке давно что его поддерживаю его сам вот рисую пытаюсь рисовать много лет назад но но мне не нравится мне нравится только он они а его жена нет потому что она отвратительная это что она делает отвратительно а ничего не делает там нормального он только делает такой психопат несколько дней прошло его вышвинула его жена вот его вот это вот жена у нее дети заберись и она вышла она с ним развелась выгнала его из дома представь у нас поджег двери фсб и все все эти сразу всякие собчаки там все прочее ну оппозиция подняли сумму все все средства это борец с режимом борется ну а что ты любишь банки ты любишь фсб фсб и банки за отвратительные то что нужно я вообще против банков и против фсб и против полиции там не его посадили наши его выпустили пофиг короче на него никакие борцы за свободу все замолчали ничего ничего страшного там свои братцы да потому что у нас ниши нету занята там там таких как он это миллионы они выходят там все громят нормально там ты не знаешь что там происходит во франции там там может сказать 10000 павленских выходят с фаса с этими с разными камнями с чем угодно с оружием любым и и все крушат там и нападают на это на этих лицейских там на монтам точнее вот на этот специальные машины которые поливают их специальный спецназ который действует причем он действует именно очень профессионально у них там совсем по-другому это у нас только один и то его считают городским сумасшедшим но на самом деле не городской сумасшедший он просто типичные вот не буду говорить кто без совести наглый человек который клевещет он избил человека еще и оклеветал его что тот типы и якобы типа все из-за женщины произошло там типа они там женщину пригласили а в нее был влюблен один мужик в общем он сам был виноват что он был влюблен но он ничего не мог с собой поделать он так в такой культуре рожден был и он ему написал каких-то гадостей по ходу по пленскому тот его избил с одной стороны может быть он и прав то что как бы он сказал это обосновал тем что интеллигентный человек но с другой стороны он толпой избил человека ладно ну ладно избил но он еще клеветал его просто клеветал публично всякую хрень про него выдумывал что он жестокий тиран там там типа полную дичь это это вот вообще вот это меня разочаровала в нем я больше никогда его не буду поддерживать никогда и разочаровался в нем навсегда раньше был фанатом его я разочаровался вообще во всем и всем этом особенно после павленского когда он наклеветал человека которого еще избил ему не достал он настолько садистичен и и не способен к эмпатии что не знаю мы короче человека избил толпой причем жестоко что тут время реально травмы были а а еще и потом креветал его то есть он настолько злобный если он к власти пришел это как гитлер был бы такой же злобный он злобный просто человек ладно вы ладно избил хватит успокойся но он обладает невероятно агрессивностью какой-то под патологической зачем клеветать на человека ладно избил там не жалко этого человека которого он избил более жалко то что на его клеветал но так там правильные вещи говорит про власть но зачем клеветать на человека который сам обычный человек зачем его гнобить вот в чем проблема молода бы он клеветал и избил клуб кого-нибудь властью в которой власть там например как психиатр или психиатрша как это которая поставила диагноз это ну издевалась там или какой-нибудь и ментабы какой-нибудь еще кого но он избил простого человека творческого еще клеветал вот вот после этого я возненавидел этого павленского а его жену короче мне пофиг вообще на них надеюсь они там вздохнут в этой франции своей надеюсь они получат свое в карма их достигнет что прилетать он боролся за свободу ну и правильно делал короче подзог дверь я знаю я все за ним изучал и его не садили у нас потому что сразу же все средства массовой информации западные нашими выбираем нашего за но нет его садили нет его садили в тюрьму да короче у него это огромное лоббик там поддерживающего если бы я что-то такое делание бы никто не поддержал я так сделал я выступал на митинге 26 марта никто меня не поддержал потому что я никто я простой русский человек ты видел хоть одного русского человека который был бы хоть 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 каким-нибудь где-то с вышестоящих хотя бы хотя бы этим полицейским главным там в управлении начальником нету нигде они только низшие места занимают над ними пирамида знаешь пирамиду она разделена на две части есть рабы а есть господа вот сейчас также и вот павленского просто на этом но за с другой стороны он все-таки есть в нем положительные черты были то что как бы он не сам не сам на самом деле он не настолько плохой но после того как он избил и оклеветала самое главное творческого человека который ничего ему не сделал вот это вот самое главное мне кажется его плохой поступок если он пришел классе все будет разрушил короче молчу поменял бы общество серьезно как нам качал быть любого как ленин статуи ленина стоят а почему статуи павленскому не стоят нет но они ничем не отличаются ленин был этим анархистом и не анархистом ну ленин он уничтожал церкви и все такое уничтожал крестьян расстреливали там клуб которых называли кулаками русских людей он уничтожал казачество уничтожал ну это просто было время такое ну церкви он уничтожал там чем павленске отличается от ленинов в этом плане вы тоже все церкви уничтожал может отличается не знаю что-то реально 26 марта это жесткий день я не курю не пью ничего не пьющись не только вот террориджин и антидепрессант зарубежный благодаря благодаря вашим донатом спасибо еще раз вам всем кто задонатили нескольким людям кто задонатили мне на лекарства сейчас здесь мы без здесь в их не было я бы не знаю часами щас было видеть это рассад для огорода помидоры всякие разные мне плевать что будет там тролли говорить это просто рассада это петрушка по моему а это это короче кто знает кто знает это нормальная сада мой отец добрый человек когда от морозок увидел нового отца сказал что мечтал чтобы отец был таким мужиком который мне лично признался два снимаем снимаемся теперь кухню пока шеварим и как-то сарик сралик ханкин шиев который наезжал на этого кащу не пофиг вообще на них всех я беру свои слова назад пошли не всеная эти блогеры ну не все я их не смотрю не смотрю больше вот хлеб самашний не зеленого слоника хлеб это похоже домашний хлеб вот он такой это не магазин и хлеб его тяжело пережевывать но это по крайней мере хлеб не то что в зеленом слоники хлеб несла это не сладкий хлеб хотя кстати у немного сладкий но не в том смысле котором вы подумали хлеб из зеленого слоника только он нормальный здесь на полезно приготовленный они которых был там в общем мы поняли вот интересная архитектурная композиция это как бы картина украшу украшения это вот тоже нормально все тоже интересное дизайнерское решение интересно чищать ли он от втора скорее всего нет можем поговорить о вторе